Дорожное агентство Ям ты будешь очень собран И сконцентрирован Вот оно наше такое российское ноу-хау И может быть поэтому Это как раз и логично Что этот асфальт каждую весну сходит Что если мы ремонтируем То ямочным способом Такая тоже наша традиция Давайте разбираться Бывает ли это по-другому У нас есть специалист Я с удовольствием представляю Кирилл Иванов, доброе утро Эксперт по дорожному покрытию Кирилл, во-первых, давайте про ямочный ремонт Ямочный ремонт сегодня В применяемой технологии Не применяется как термин То, что мы видим в ямочный ремонт Это устранение аварийности То есть есть выбор Вот особенно там мы видим Зимой в снег бросают лопату асфальта И прижимают Что это такое? Есть выбор очень простой Закрыть дорогу по аварийности И запретить по ней ездить Либо устранить аварийность Заложив чем-то яму До момента, когда можно производить Уже непосредственно ремонт и работ Ну, конечно, яму действительно Можно быстренько прикрыть как-то аварийно Посмотрите, вот у нас есть фотографии Люди коврами прикрывают ямы Потому что, ну, ездить как-то надо Вот такая акция произошла В Кировской области Посмотрите, какие родные дороги Ковра не жалко Ну, я думаю, что это просто Некая гражданская позиция Ужесточайнее уже Но, например, когда были очень снежные зимы В 9-м и 10-м году Они были не только у нас снежными И в Германии тоже, наши хваленые Там тоже случилось Разрушение асфальтового покрытия Ну, вот, кстати, у нас есть видео Как в Германии Да, мы сейчас посмотрим Ну, вот то, что мы сейчас видим Это укладка литого асфальта Самого дорогого, что можно придумать На, судя по всему, мосту И в данном случае Оправданно его Выприменение этого материала Потому что это еще и гидроизоляция моста Ну, а давайте посмотрим теперь Как в России происходит Допустим, это дорого Да, вот, уложить вот тот асфальт Который мы видели только что в Германии Но если это сделать один раз на 10 лет Вот мы когда рассуждаем Надо ли ремонтировать дороги Есть такие дискуссии Надо, вот, типа, Росавтодор высказал Зачем ремонтировать Когда можно сохранить жизнь и безопасность И так далее Ну, это какой-то цинизм Суть того дискуссии, которую мы начали Но мы же не знаем вопрос Надо ли чистить зубы Идем и чистим То же самое с дорогой Это хозяйство, которое требует Постоянного ухода и затрат У нас ведь это постоянно И происходит регулярно Каждую весну У нас вдруг появляются Даже там, где дорога была сделана недавно Год назад Два года назад Понимаете, это все полотно Превращается в какие-то колдобины А может быть это следствие того Что кидают асфальт в лужи Может быть какое-то нарушение технологии Технологически есть тоже Проблема с нарушением технологических процессов То, что мы видели на экране Это, скорее всего, просто устранение аварийности То есть некая временная мера Понятно, сделана варварским способом Но ее задача Обеспечить все-таки движение Какое-то по дороге По сравнению с тем, чтобы просто ее закрыть Понятно Так может быть лучше ее закрыть И залить новым асфальтом Потому что это аварийность Давайте закроем А целые дороги Это полномочия ГИБДД А дорожные ремонт службы Они разве не несут ответственность За плохую дорогу Они устраняют аварийность А может быть Немножечко идет нарушение технологии Ну, в общем, я назову вещи своими именами Разворовывают, может быть И у нас в пропорции в асфальте Не те, которые должны быть Чтобы хотя бы на три года Ну, потому что, ну, правда, это смешно Эта яма образуется через каждые два месяца Поверьте, дорожные организации Меньше всего заинтересованы в том, чтобы делать брак Это и профессиональная гордость И это затраты, связанные с сетями гарантийных обязательств Ой, простите, а сколько гарантия в среднем? Потому что вот у меня ощущение Что даже когда новую дорогу делают И кладут асфальт Эти люди, как только они сдали Все, исчезли и даже не найдешь их Средняя гарантия прописывается по ГОСТу один год Да, но по контрактам, которые заключаются В частности, в Петербурге Это 4-5-7 лет А вы сами за рулем ездите? Я езжу сам за рулем И как вот вы, вот как автомобилист А не как эксперт по дорожному Как автомобилист? Я за годы своей работы вывел С природным такую аксиому Что качество дорог Зависит от качества дорожной администрации Где есть квалифицированная профессиональная администрация Которая болеет и знает, как это делать С дорогами все в порядке Там, где политика не ориентирована На хорошие качества дорог Дороги отвратительные Это применимо не только к России К Африке, к Америке, к Европе, к кому угодно Откуда же у нас ям-то столько? Вот удивительно Все прям вот Интенсивность, понимаете? Еще раз Во-первых, интенсивность То есть нас много в России Друзья, неожиданно оказалось, что нас много Нет, у нас мало дорог Они гипервостребованы Понятно, хорошо У меня, правда, ощущение, что города-миллионники По всему миру Они примерно одну Ну, если мы говорим о, так сказать, цивилизованных странах Они примерно одинаково используются Кирилл Иванов, эксперт по дорожному покрытию Сегодня пояснил нам, что Все зависит от администрации Нужны хорошие начальники И, в принципе, дороги Так же, как и все в этой жизни Быстро изнашиваются Ямочный ремонт не есть норма Будем ждать, когда эту дорогу Снова будут делать целиком Это все-таки правильнее Да, Кирилл? Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!